так друзья конец июля жара не отстаёт вот косить нету сил все заросло вот и надо поговорить по заявкам моих слушателей моих читачей моих слухачей продолжаем разговор когда-то здесь был это было две тысячи пятнадцатом году весной выкуплен этот участок вот и старых деревьев несколько сохранилось какие старые это все до единого дерева мои но случилось следующее перчик мой предыдущий хозяин у которой я выкупил 15 году участок фактически его загубил он доживает вот тот абрикос тут уже два пня стоит вот значит осталась груша скромными размерами вот это уже иду как сказать вот пошла отсюда молодежь вот с этого момента сюда направо налево говорить будем про планировку пошла молодежь но я уже после длительной войны уступил нет мне уступили большую часть участка бывший картофельное поле вот она была так фотографии есть показывал значит год последний не садили ничего вырос где-то по пояс такие сорняки у пришлось на мотокосе менять леску на диск металлический чтоб все это скосить все это было убрано и в дальнем левом углу сада все было сложено вот далее значит перепахивать не стали а перед нами оказалось просто ровная площадка дальше бы уже делали холмы тоже есть фотографии все вы видели но сегодня речь о планировке вот за десять лет поднялся вот такой сад смотрите вот тот фонд это соседи это огромные вишневые деревья там есть серга огромнейшей высоты там без дикие яблони пара слив 40 лет все еще живы вот вишни 40 лет все еще нас кормят вишнями вот а вот это молодежь посажены моими руками вот видите бельфер китайка яблочки видите и сейчас плохо видно потому что они еще зеленые не окрасились вот еще бельфер китайка и посмотрите какой плотный строй вот уже абрикос фотографии плодов вы видели вот давайте углубимся в эту чащобу почему так плотно а вот почему вот приближаемся вот она бельфер китайка кстати у меня вот такие вот плоды имеют вот такую форму потом созреет в лицо два раза вот как видите мои абрикос ой яблони здоровы а вот проверили ни разу не политы за все годы ни разу не опрысканы вот вам советует закупить каждого по пол магазина и полкиоска вот видите давайте искать тлюха ой нету ой нету ой нету ой нету ой нету ой нету вот но наступает пора что дальше делать это будет моя головная боль вот на абрикос дар небес абсолютно абсолютно он стал два раза крупнее как-то случилось отдельный разговор он стал абсолютно сладкий и первый урожай дар небеса это на том участке его маточное дерево на том участке так вот он был ярко красного цвета прислал мне его свирин царство небесного один из выдающихся садоводов по волге вот так идем дальше густота неимоверная уже сейчас вот дети у меня росли жердель по требованию хозяйки этих грядок не буду называть по имени зовут ее не буду я все-таки не буду говорить вдруг когда-то войдет в учебники будущее и прочие эти сам аналов есть я выпилил жердель мощно было дерево примерно вот такое вот и вот потому что тень от него падала до середины овощной грязки и еще мандурца выпилил здесь стало относительно относительно спокойно то есть тень сейчас кстати середина дня день закрывает только кабачки больше меня не трогает зато я по хитро успел подсадить вот этот абрикос сейчас надо смотреть а кто это такой и почему я в наглую когда он тоже видите он тоже начал уже еще середина дня а потом он еще на туда на два метра закроет этот участок тенью кто у нас ребята в рюкзаках петр великий господи это чудо и чудес это сказка этого не может быть знаете про него я рассказывал к сожалению пока только рассказы это такая мелочь вот это вот допустим да представьте себе я люблю я не знаю вот не знаю не знаю вот так вот там пять раз больше были плоды когда мне родственники достали банку и сказали угощайтесь что за персики спросил я и как они влезли в банку стандартная трехлетовая банка а это абрикос я вот а я из банки их выковырю они не лезут они все разбухли и главное он был жесткий такой туда этот вилка с хрустом в него входило в тело абрикоса вот такие вот и вот его потомок уже два случая неудачных а один у меня один удачный потому что такой черенок переехал ко мне при приезжал модарь я ему вручил черенки он вырастил дерево уже конечно были не такие банку лазере но вот это вот такие вот примерно вот это был петр великий я тогда тогда я не знал его название а тут какая-то юбилей поспел по петра великого и пусть будет от велики я же уважаю таких смелых людей и теперь появился петр вот его внук вот и так мои погибли теперь я черенок свою очередь взял от боднара борисовича еще один гений вот вот что латинков что он это самая гений из геньев вот почему результаты за ними абсолютные результаты ни в одной этой не найдете подобных результатов ни в одном из сотен научился ни в одном вот и в очередь за вот этим петром великим не стоит чтобы веточку у меня купить или чтобы подарил академии наук вот брезгуют дружбой с нами не нужны им плоды вот такие вот для них и такие плоды стали недоступны фактически попробуйте найдите после этой зимы страшно который от этого от океана до океана была вот поняли да а почему я разговаривался потому что еще пройдет несколько лет и опять надо брать топор или пилу и так мы с вами самом загущенном месте смотрите он штамп то яблони вон и тут наискосок два метра уже вот этот абрикос и они скоро насчет давить друг друга вот писать себе вот уже яблочки крайне вот вот она пересекает штамп абрикоса но вот эти несмотря на мощные размеры вот на это вот это высота метров 6 если не 7 вот яблони бельфор китайки 1 2 там чуть дальше 3 вот все равно абрикосы их обгонят вот так уж сложилось что когда-то отошел назад придется делать выбор ладно если вот этот вот конкретно если вот это даст огромные плоды что те кто банку не влазит то тогда дар небес придется выпиливать это горькая правда еще один растет но этот сильно на грядку тень не кидает хотя тоже вредит грядки тогда надо посмотреть что это такое вот ладно не будем отвлекаться вот еще один культурный абрикос сейчас я только муравьев виду а вот они попались вот он вот он вот а почему он так бегает он охраняет вот он вы не найдете ни его ничего из каких мы их называем насекомых вредоносных которыми надо по 10 20 раз опрыскать за лето помните сколько там там графики даже некоторые каждую неделю а почему если вы каждой неделе будет опрыскать его не купить эти яды залезете себе в карман в кошелек отравить и почву отравить и все на свете нет работайте ребята работайте где он сейчас покажу еще раз сейчас тут метался караул куда сбежал с рабочего места куда сбежал я сейчас только ты видел так а вот он вот это уже другой вон он видели вон прячется это он службу несет все посмотрели идем дальше и так вот здесь уже топор придется брать следующий весной еще я за зиму свежего эти ветки на прививку но на расстоянии один метр здесь растет 5 молодых деревьев почему так близко посажены смотрите вот 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 и он раз два три почти линейку среднее расстояние метр вот такие приросты почему потому что мне нужны веточки это один из лучших сортов сладчайших который называется космическая вот его задача быть мотощим садом но вот тут вот метр вот цель на этом вот столько просто но там столько и зима покажет какую убирать может быть когда я отрежу раз два три вот эти все по отрезаю вот почти заподлицо так и вот здесь вот вот эти по отрезаю видите прошлом году срезал вот смотрите вот срезал вот срезал и вот она дала просто еще могу один год еще еще не помешает а потом еще через год уже будем что делать уже тут где через метр пусть будет через два то есть из пяти два-три убирается это жесткая правда это жесткая правда так показать вам будущее чудо они поздно поспевать значит такой это сорт богатырь вот нет я у меня уже в голове все путается богатырь это яблоня это московский гигант подмосковье похоже название вот видите а то что маленький не смотрите хоть они не будут под 400 грамм вот удались у моего друга чернобаева дерево там было от 400 до 550 вот причем это ладно бы там три бы понятно по крупные а когда их сотни и лучшие из них даже достигли 540 грамм это чем-то говорит причем они были не самые большие вот это интересно ну вот опять судьба видите два абрикоса один-второй вот как какая из них будет предпочтем а вот какой видите на них прививки вот они ничего не путаю вот они смотрите это прививка или где вот и вот когда эти прививки в данном случае это волшебные с огромными листьями вот это вот это венгерка я не видел бирку может это венгерка богатырская может это венгерка сорочинская может это венгерка грация и вот когда на ней будут плоды вот тогда решится судьба вот потому что придется нет я не буду из этих двух абрикосов убирать один нет не буду вот хотя этот помощь и этот порослей вот просто придется делать сильную сдерживающую обрезку еще такой способ то что я запрещаю другим учитывая что у меня размеры вот такие очень очень близко здесь наверное не будет трех метров так это кстати это не это я муравейник нет не муравейник ладно посмотрели знаете еще долго будут спали расти а например ну сейчас я не могу вас угостить уже все все собрано мы тут ходили а здесь пример такой это мы говорим о мы говорим о планировке так соседский сад вот он вишней море но сейчас птицы в этом году живут так что аж чавкаю слышу вот который они не сожрали их время ушло видите вот эти вон сыпятся вот они уже мумифицированы тут все засыпано этими вишнями вот любуйтесь видите а тогда возникает вопрос а что теперь делать так близко садить было нельзя но я посадил так они будут плохо плодоносить им не получается согласно тимирази им не хватает солнца правильно у них слабо урожай правильно но и главная задача это маточное дерево на черенки смотрите стоит не только убедиться что здесь хотя бы несколько а хотя бы несколько отборных плодов так будем считать что и мне бог послал смотрите я его сюда не прикалывал помните эти старые обвинения железа смотрите внимание видели внимание видите видели так теперь а что это такое смотрим так это не прививка третий этаж это все дерево будет в таких плодах а это первый раз первый плод пока еще не плодоносит это не хоть я говорю часто куплен 15 году но это не значит что это пятнадцатом году было посажено это вдогонку вот десять лет этому этому это будет а лет семь вот этому лет пять вот здесь все развивалось как надо осталось увидеть ну и все а а ванна набирка вон и на этом закончим сейчас у нас вам а сам отключится а к королевский но из-за того что он вырастение получился вот такой вот все друзья пошла последняя минута и мы с вами к чему говорим и так вот здесь планировка более пожиже я выпилил несколько деревьев которые заплодоносили и не жалко было потому что когда экспериментируешь не обязательно каждого лыка в строку всяко бывает вот ветераны показывал с каждого угощал вот это да сейчас осталось 40 секунд покажу вам десятилетние деревья вот десятилетние деревья это самосев помните вот и и плохо камера не показывает все огромной высоты и вот десятилетние деревья вот они привиты и вот они привиты даманжурцы поэтому тоже хороши и высоки прекрасны ну и все пошли секунды до свидания друзья дальше вот тут пойдет пойдут у нас эти самые сливы венгерки но это будет уже друг